Продолжение следует... 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 нарисовать все свои пожелания, то есть отметить все, что хотели бы по минимальному перечню, если хотим по дополнительному, соответственно, то же самое. То есть описать какую-то ведомость, сделать, и все работы эти, чтобы были наглядно видны. Сметный расчет мы также, по первому году у нас он был, потом мы его все-таки ушли от него, сделали укрупненные показатели, по которым можно приблизительно прикинуть стоимость ремонта общего, но это необходимо даже для того, чтобы провести общее собрание, чтобы люди понимали, сколько... Какой их вклад будет, да? Да, софинансирование по минимальному у нас, перечню не более 15, по дополнительному не более 50, то есть можно было бы от этой суммы делать уже какие-то выводы, можем мы это потянуть, не можем, и так далее. Так, хорошо, давайте сейчас прям вот по этапам пройдемся, да, я думаю, что это не будет бесполезным. Итак, жители, люди решают принять участие, знают, что есть такая программа, знают, что можно заявиться, но не знают самого главного, с чего начать. Вот давайте сейчас поэтапно начнем наш подробный этот разговор, с чего начинать. Андрей. Я думаю, нужно сначала изучить порядок и условия участия. То есть у нас в этом году постановление администрации за номером 2430 от 14 сентября подготовлено внесение изменений в данный порядок. Найти данный документ можно на сайте городской администрации? Можно, можно все это. Еще раз, я произносил до этого в первом части, сайт adnkirov.ru, раздел, прям баннер на главной странице висит, называется раздел «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании города Киров». Кликайте туда и переходите в соответствующий раздел. Да, все верно. Далее изучаем этот проект, порядок, и идем прямо четко по пунктам. То есть проводим осмотр дровой территории, совместно с управляющей компанией, либо с председателем ТСЖ, в зависимости от способа управления дома. То есть оставляем акт, форма акта у нас также в приложении есть. Вот я сейчас держу в руках, не поленился, распечатал. Так и называется. Документ акта осмотра дворовой территории. Дворовой территории по адресу дата нужно указать, наименование участника отбора. В ходе осмотра на месте установлены следующие дефекты. Далее пошла у нас таблица. Ну что, про дефект неведомости получается. Пункт 1. Дворовая территория. 1.1.1.2. Дворовый проезд. Тротуары. Берем здесь площадь, указываем. Единица измерения это площадь, соответственно, да? Даже для того, чтобы потом провести примерный расчет, то есть вот эти площади возьмутся в расчет. То есть померили, сколько у нас проезд. Это примерно делается? Это не обязательно? Да, конечно. Мы все это перемеряем. Уже если заявка победителем будет. То есть уже серьезные люди приедут с серьезной измерительной техникой. С рулеточкой. С колесиком все промеряют. Со старшими также свяжутся. То есть уже на месте. В общем, можно поступать так, как я поступал вчера. Я шагами буквально, зная, что мой шаг в среднем 60-70 сантиметров, я прошел туда, прошел сюда. Потом, соответственно, количество шагов умножил на 0,6 на 0,7 и получилось примерное количество метров. Примерно подчеркиваем. Далее. Наличие детской площадки. Тоже здесь указывается, да? Да, нет. Наличие спортивной площадки, соответственно, тоже. Да, нет. Наличие малых архитектурных форм, урны, скамейки и другие. Это уже один из пунктов в акте осмотра дворовой территории. Это что здесь нужно указать? Ну, нет. Нет, да. Есть количество, если можно. Наличие парковочных мест. Тоже да, нет. Наличие озеленения, тут понятно. И наличие освещения. А здесь что, непонятно? Наличие да, нет. Да, нет. У нас предусмотрено освещение организации. В данном случае, если от сетей уличного освещения городских есть освещение, то делать не нужно. А если нет, то предлагается устройство на фасаде от ВРУ. Либо можно, в принципе, и столбы установить, опоры. Но тоже будет подключение от дома. От дома непосредственно. Ну и, соответственно, платить будут жители. Да. Это очень небольшая сумма. Да, небольшая погода. Там в районе трех тысяч, допустим, с пятиэтажного дома на год. Все. По пунктам мы прошлись. По акту осмотра дворовой территории. Документ у меня всего лишь на двух листах распечатан. А4. Он достаточно небольшой. Нужно в конце его заверить подпись семей не менее трех человек. Да. Собственников многоквартирных... Апартаментов в многоквартирном доме. И представитель управляющей организации или представитель товарища собственников жилья либо жилищного кооператива, соответственно, ставит свою подпись. И все. И все. Вот такой... Вот такой нехитрый документ. Документы еще есть. Будем разбираться с ними уже после небольшой паузы. Напомним, что у нас в студии Андрей Берсенев, начальник отдела по работе с жилищными организациями Департамента городского хозяйства, администрации областного центра. И сегодня мы говорим конкретно. Пошаговая у нас инструкция на тему, как попасть в программу ремонта дворов на будущий год. Программа федеральная. Называется еще раз «Формирование комфортной городской среды». Пойдемте дальше. Времени вроде бы еще много, но оно бежит с неумолимо. Итак, акт осмотра дворовой территории мы рассмотрели. Этот документ, что дальше? Следующий шаг, Андрей. Дальше оформляем дизайн-проект. Дизайн-проект, так. То есть по упрощенной схеме требования к нему у нас тоже есть. Это тоже отдельный документ в соответствующем разделе на сайте администрации нашего города. Тоже сейчас держу этот документ у себя в руках. Дизайн-проект, проекция благоустройства, дару и территории, требования. Ну давайте сейчас вы пройдетесь самостоятельно. Это текстовая часть, пояснительная записка, то есть что мы хотим видеть в результате проведенных работ. Она в свободной форме составляется, да? Как мыслит человек, так и излагает, что он хочет видеть в результате ремонта. Хотим отремонтировать проезд тротуара, дополнительную парковку, например, сделать. И описываем вот это вот, сколько, допустим, парковочных мест желаем увидеть. Опять же приблизительно. Ну конечно. Опять же приблизительно. Примерно, порядка. То же самое, видимо, по озеленению. Если там лысых сваршинодворцев хотели бы сделать зеленую зону, примерно такой-то площади. Площадь территории благоустройства. Следует указать, но это тоже все примерно в квадратных метрах, соответственно. Ну вот это актом как раз можем из акта часть взять, данных, часть. Если у нас пойдет увеличение, то должны будем примерно указать, насколько увеличилась площадь. Допустим, асфальтирование в будущее. То есть схема благоустройства территории в масштабе 1,500. То есть это обычно берется обычная выкипировка из планшета. Выкипировка заказывается в управляющей организации или в обслуживающей организации? Она может быть в управляющей компании, в ТСЖ может быть. Но если ее нет, можно ее заказать в МКУ «Архитектура». МКУ «Архитектура». Дмитрий Валерьевич нам говорил в первом части, что это услуга платная, но сумма небольшая. Он называлку 200 рублей, да? Да, по-моему, в нашем доме как раз 200 рублей это все стоило. И на этой схеме получается указываем, то есть рисуем границы, например. А прям ручкой или карандашом, Андрей, поясните? Вы видели много проектов. Может, красиво фломастерами раскрасить? Да, фломастерами, чтобы, допустим, как-то зонировать, разделить. Чтобы ярче, яснее было видно, где что-то хочет. Было видно, допустим, что вот этот проезд был старый, в старых границах. А вот здесь мы добавляем, чтобы эту границу увидеть, они, допустим, ее раскрошат иначе цветами. Но это тоже по желанию составителей, да? Ну, это все по желанию. Либо они там как-то стриховкой будут разделять это, чтобы было нам тоже понятно, что мы хотим. То есть главное требование, чтобы было понятно, что люди хотят. Да, то есть можно дать, допустим, ребенку нарисовать это, и он нарисует. Но это будет понятно людям его возраста. Да, оно не будет отражать, что мы все-таки хотим. Ну, зато, может, вызовет у вас улыбку добрую и добавит еще один балл. Территории, подлежащие озеленению, места установки, размещения малых архитектурных форм. Ну, это понятно, это скамейки, урны, другие малые. Площадки для выгула животных, устройства ограждений. Это все входит в дизайн-проект. Все это в произвольной форме можно оформить. Все, что хотим, как-то схематично это указываем. И в каком месте. В том числе вот бывает, что хотят дополнительную парковку сделать. То есть парковка уже есть, не хватает, еще хотят. Да, не хватает. И вот на топ-основе там есть сети инженерные. И, соответственно, можно как раз увидеть, что здесь парковку-то нельзя делать. Нельзя. То есть там, где проходят инженерные сети. Конечно. Вот это все отображено в той самой выкипировке, да? Да, там есть сети. То есть у сетей есть защитная зона, в которой нельзя ничего делать. Либо делать, но без заглубления. То есть, например, парковку в асфальте с выемкой полностью. Со снятием верхнего слова нельзя уже, да? Да. И если там, допустим, кабель идет, он мелко заглублен. То есть нежелательно. Не то, что нежелательно, нельзя. Ну, это уже, это вы же говорите о практике. Были уже такие случаи, да? Да, и так далее. Поэтому я говорю, что на этом-то этапе, когда мы делаем дизайн проекта, это нужно смотреть, чтобы потом не оказалось, что это невозможно сделать. Так же с детскими площадками. То есть бывает, переставляя с одного места на другое, потому что окажется, что там будет лучше, а там, оказывается, идет теплотрасса. И там ставить нельзя. Охранная зона теплотрасса. Туда-нибудь даже не приткнешься. Поэтому бывает, что хотели там много чего сделать, а технически невозможно. Ну, то есть те люди, которые будут составлять этот проект, они должны учитывать, что вот это то, что нарисовано теплотрасса, она сразу ограничивает их фантазии. Да. То есть надо ее учитывать. И если в чем-то не уверены, либо там, то лучше всего, конечно, получить согласование. Вот на этой же выкупировке обойти ресурсоснабжающей организации и с ними проговорить, что мы можем в данном случае сделать. Они, допустим, могут сказать, что с заглублением, с полным конструктивом парковка не подойдет, а вот там отсыпка с чебнем. В таком простом варианте вполне возможно. А это на каком этапе нужно согласовывать? На этапе составления, да. То есть никогда уже заявку подали, и потом это вскрылось, и получается, что невозможно это выполнить. Потом ресурсник скажет «нельзя», потому что здесь коммуникации важные, подземные, да. Либо не скажут «переносить», но это вопрос цены тоже. То есть если это кабель, то его еще можно перенести, но это опять же нужно закладывать деньги собственников тоже. А если труба, то ее уже не перенесет практически. Ну, разумеется. То есть это все на стадии проектирования, так сказать. Это нужно через управляющую компанию, да, делать, через обслуживающую организацию, либо… Согласование лучше, конечно, обойти заинтересованным человеком самостоятельно. И напрямую уже обращаться, да, напрямую обращаться. Вот ты сегодня получишь выкопировку, увидишь все вот эти вот инженерные вещи, и мне даже страшно, что я там могу увидеть. То есть может получиться, что именно в старых границах только и возможность сделать ремонт, потому что ведь проектировщики ранее этот дом проектировали, и они учли все. И то есть если там возможность была бы что-то увеличить, то они бы это сделали. И такие случаи есть, да? Да, есть. Были вот по прошлым годам, когда люди хотели, но, увы, коммуникации не позволяют, и приходится довольствоваться тем, что, ну, что делать? Приходится проигрывать в конкурсе, потому что уже подал все документы, изменить там уже ничего не можешь. Еще раз хочется на этом акцентировать, соответственно, внимание. Дизайн проекта. Два варианта, тут два пути. Никто вам не запрещает. Если вы хотите заказать профессиональный проект, заказывайте его. Разумеется, это услуга платная. Сейчас мы сумму не будем озвучивать, она там колеблется, насколько я знаю, от такой-то до такой-то и так далее. Либо вы можете самостоятельно на выкипировке так называемой, где видны всевозможные коммуникации. Начертить. Понятно. Есть случаи, как, собственно, проекты побеждают и те, которые заказывались, и те, которые сами люди делали. Вот и все. Наличие. Выбирать вам. Наличие. Пункт у нас наличие. Наличие. То есть он должен быть. То есть дополнительных баллов за красоту не дают, я понял, да? Нет. Можно я, Андрей, озвучу вопрос, меня интересовавший до начала нашей беседы в эфире. Можно ли где-то ознакомиться, да? Это часто влияет как-то. Люди хотят посмотреть, а кто побеждал проекты. Как правильно сделать, да. Вы сказали, что в системе ГИС ЖКХ, да, выложены проекты? В системе ГИС ЖКХ там есть тоже раздел, касаемый формирования комфортной городской среды. Там проекты все лежат. То есть за 2017 год и за 2018. Найти несложно. Идти можно. Найти. У нас есть желание найти, можно, да. На сайте системы ГИС ЖКХ. Так, ну что, разобрались с дизайн-проектом? Все? Вроде бы да. Следующий этап. Андрей, пожалуйста. Следующий у нас идет выполнение примерного расчета стоимости. То есть у нас есть тоже в приложении примерная стоимость за квадратный метр тех или иных работ. То есть берем площадь, допустим, проезда, которая у нас имеется. Умножаем на расценку, допустим, 1800 рублей за квадратный метр. Получаем... Это асфальтированная территория как раз в 2018. Да, получаем стоимость именно восстановления вот этого проезда. Также по тротуарам, также у нас есть там для, так сказать, ориентира примера стоимость в брусчатке. То есть исполнение в брусчатке как бы не запрещается, даже приветствуется. Но примеры-то есть? В этом году у нас в брусчатке есть объекты полностью выполненные и комбинированно. Когда проезд в асфальте, тротуар в брусчатке, смотрится отлично вообще. Ну, да, надо полагать, да, неплохо. Ну, конечно, от местности зависит. Это Орловская, 34. У нас такой адрес как раз комбинированный. Асфальт и брусчатка. Смотрится отлично. Плюс еще брусчатку, вот как раз сейчас пока по погоде, ее немножко можно дольше делать. Ну, да, потому что асфальт уже сегодня делать точно нельзя. Брусчатку укладывают, ну, бери, надевай на себя дождевики и все, пожалуйста. Это было решение и желание самих жителей, да, у указанного адреса? Да, конечно. То есть они решили вот именно так комбинированно выйти. Результат неплохой. То есть ориентировочная цена есть и по асфальту, по брусчатке, по, скажем, по каким-то объектам, типа скамеек, урн, все это можно там примерно найти. Да, и даже есть визуальный перечень, то есть как примерно может выглядеть скамейка, урна, к чему стремиться. А так в Новецком районе, молодой гвардии 8, полностью в брусчатке. И проезжая часть даже? Да, и разные использованный материал, то есть имеется в виду самого камня. Еще один очень важный вопрос, когда люди собираются все вместе и начинают обсуждать, а сколько это будет стоить? Вот мне хотелось бы, чтобы вы какие-то средние суммы по уже реализованным проектам привели. Ну, какой-то взять более-менее стандартный двор. Так скажем, миллион триста полтора. Миллион триста полтора, то есть все-таки по большему перешагиваем обычно за миллион. Да, ну где-то есть вообще маленькая дворовая территория, то есть, так скажем, практически нет. Там, конечно, можно и где-то в Ленгасово, по-моему, там 600 где-то сам проезд, и они дополнительную там парковку еще примерно настолько же. То есть, если парковку, так скажем, не делать, то это было бы вообще 600-700 тысяч рублей. Ну, это единичный, так скажем. Ну, это вы назвали минимум, да, минимальный парус? Да, минимум, и так, в среднем, средний двор. В среднем это у нас пятиэтажка, пятиэтажка обычная, то есть, это вот миллион триста полтора. Пятиэтажка? Вот у тебя пятиэтажка. У меня четырехподъездная. Четырехподъездная. А мы имеем в виду двухподъездных. Так, а у меня есть обычная пятиэтажка. Вы видите, еще там, может быть, проект какой-то, ну, имеется в виду... Ну, более чем минимальный, да? Спортивный комплекс какой-то установленный. Детская площадка. Да, это все может вытянуть еще настолько же. Дорогие дворы, это где-то в районе четырех даже есть, да. То есть, это где вот... Это большой девятиэтажный дом, там подъездов на шесть, то есть, у них дворовая территория большая, там, ну, просто по квадратам просто выходим на такую сумму. Плюс, если еще допы идут, соответственно, там еще можно... Ну, допы в смысле то, что пожелали. Да, парковки, детская площадка и все остальное. Все, что есть. Все, что хотелось. Следующий шаг, давайте успеем. Вот разобрались более-менее с ориентировочной сметой, да? Да, с ориентировочной сметой. Получили мы, условно говоря, вот этот миллион триста, скажем, вот, да? Вот такой твой средний двор. Дальше что нужно делать уже? Собирать собрание? Собираем собрание. На общем, собрание как раз это и будет у нас использована эта сумма для того, чтобы понять, сколько мы берем по минимальному перечню софинансирования. То есть, 0, там, 5, 10 или максимально 15 берем. То есть, это уже жители сами принимают решение, сколько им платить. Также идет и подоплательная перечень. Ну, тут надо уточнить. Мы чуть позже будем о критериях говорить. Соответственно, чем больше софинансирования, тем балл выше, да? Получается заявка. Да, потому что вряд ли получится так, что все в городе сговорятся и сделают все минимальный перечень ноль. И у всех, в принципе, балл-то снизится, и все пройдут только с дополнительной. Нет, ну мы сегодня как раз здесь, помнишь, мы только от миллиона посчитали, что, в принципе, вот такой средний, мы от миллиона считали до этого сейчас, что получается где-то тысяча с квартирой. Помнишь, мы говорили, да? Ну да. Это ведь не страшно. То есть, поучаствовать в таком проекте с тысячей с квартирой. Ну, это уже, конечно, другая проблема. Кто-то откажется, кто-то не захочет. Ну, это, опять же, уже ваша проблема. У кого-то автомобиля, он говорит, что мне не нужно. У кого-то нет, дети выросли, детская площадка не нужна. Ну, тут уже, конечно, работа уже непосредственно старших по дому, активных жителей, которые помогают. Там же, не знаю, уговоры, приведение доводов резких. Хорошо, мы подошли к рекламе, сейчас будет полтора-минутная пауза. Ну и что, дальше, видимо, критерии будем разбирать, да, уже? Хорошо, давайте, у нас время есть, пошагово пройдемся. Ремонт дворов, заявляемся на следующий год. Андрей Берсенев, начальник отдела по работе с жилищными организациями Департамента городского хозяйства администрации Кирова, подробно нам сегодня рассказывает, еще раз напомним, вводные данные, заявки принимаются до 2 ноября. Все верно, не сказали, по-моему, где, в тир-управлениях они приняли. В тир-управлениях, да, в тир-управлениях, да. Мы в первом часе об этом говорили. Как говорили, тир-управления принимают, время еще есть, ну, насколько понимаю, сейчас активно идет работа, в том числе и по составлению дизайн-проектов, несмотря на то, что вот еще поданных заявок всего лишь 9, да, как Андрей нам сказал в начале нашей беседы, и мы буквально поэтапно, пошагово проходимся по процедуре, как, что нужно собирать, что обсуждать. Скажем так, мы дошли уже до проведения собрания, мы подготовили дизайн-проект, мы его рассчитали, примерный подсчет сделали. Все примерно, еще раз подчеркиваю. Все примерно, да, и никто не требует от вас абсолютной точности до одного сантиметра. Не, ну, хотя, если у кого-то глаз-алмаз, там, измерительная станция, пожалуйста, считать. Следующий шаг, Андрей, да. Ну, с собранием все, да, то есть... С собранием, вроде бы, все. Единственное, как я понял, мы тут впервые бы сказали, что не надо ничего упрощать, ребята, делайте все как положено, да, протокол должен быть вот как положено. Еще раз напоминаю, что в разделе, который легко найти на сайте городской администрации, раздел формирования комфортной городской среды в муниципальном образовании город Киров, вот перечень выложен, все легко скачивается, заходите и пошагово действуете. То есть в протоколе повестка у нас указана, то есть ее не меняем, идем по повестке. Да, там по пунктам прям. Все по пунктам проголосовываем. Если есть какие-то там пожелания еще жителей в процессе проведения собрания, например, по реализации проекта, то есть, ну, вносим потом изменения уже в сам проект и корректируем и уже откорректированно отправляем к нам в администрацию. Так, дальше. Дальше у нас есть собрание прошло, информация о подаче заявки собственниками на участие в конкурсе и ранее. То есть, ну, это обычно бывает, можно подкрепить выпиской с описью документов, что в прошлом году. Если кто-то подавал в прошлом году. Да, если кто-то подавал, то есть, эту выписку можно приложить с описью документа, что они там такого-то числа подавали. То есть, это будет как раз и письменным доказательством того, что человек уже участвовал. Вот вы именно в проекте по формированию комфортной городской среды. Может быть, они на ППМИ пытались провести ремонт. В том числе и ППМИ, да. То есть, какие-то попытки предпринимались, об этом информацию надо предоставить. Где предусмотрено финансирование, да? Ну, да, какой-то проект. Вложение. Да, они пытались каким-то образом отремонтировать. Людей, так. Дальше у нас идет, могут жители проектную сметную документацию, получившую положительное заключение экспертизы. То есть, тоже это у нас нововведение было. То есть, обкатывать будем по этому году, как это пойдет. То есть, там дополнительный балл можно получить. То есть, это уже надо так серьезно, уже смету четкую составить. И провести экспертизу. То есть, экспертиза штампи поставит, когда о том, что сероценки из нас соответствуют. То есть, это уже будет, так скажем, готовая практически смета для... Уже точная смета. Уже точная для проведения отбора подрядчика. А, вот я смотрю, да, это пункт десятый в критериях. Наличие проектно-сметной документации, получившей положительное заключение уполномоченного учреждения государственной экспертизы и ценообразования в строительстве, да? Да, все верно. Если есть проектно-сметная документация, 5 баллов, то максимум присваивается. Если ее нет, то 0 баллов. Да, ну то есть, это необязательное требование. Не обязательно. Не обязательно, потому что, ну, кто-то, если хочет это попробовать в таком еще направлении поработать, более четком. Ну, это все же определенные затраты и времени, и финансов. Ну, это специализированные, опять-таки, организации, да, все-таки должны делать, профессионально составлять проектно-сметную документацию. Ну, это не есть обязательное требование. Это абсолютно не обязательно. Проект будет допущен к конкурсу и без вот этой сметы. Конечно. То есть, если он будет победителем, подготовим мы для экспертизы всю документацию. То есть, этим займется администрация города. Этим займется уже, да, организатор конкурса. Так, ну, что, в общем-то, весь пакет документов мы уже озвучили, да, осветили. Подавать пора. Подавать пора, да. Итак, до 2 ноября, еще раз, напоминание, принимается это все. Вот документы приняты. Андрей, поясните, что будет дальше? Комиссия рассматривает все заявки, то есть, ставятся баллы, согласно критериям, также разработанных. Из кого состоит комиссия, скажите, пожалуйста? Представители администрации, общественники есть, там депутаты. Депутаты, ну, общественники ОНЭФовцы, видимо, да, тоже? В том числе и ОНЭФовцы, да. Там почему и ТОСовцы, и ТОСовцы. Представители ТОСов, да. Специализированные общественники. Это в какой период работа будет проводиться, рассмотрение комиссии? Там, по-моему, у нас 10 календарных дней. То есть, это в ноябре? Это в ноябре, конечно, в ноябре. То есть, мы в ноябре уже подсчитаем все и победителя объявим. То есть, определим адресно. Так, ну что, давайте про критерии поговорим. Мы подробно, собственно, останавливались на этом, да, в первом части. Но здесь вот мы как-то поговорили как раз, вот еще буквально до программы, что один из основных пунктов, как я понял, когда проект слетает, это вот как раз платежная дисциплина, да? Ну да, если все подбить, во всем остальным все хорошо, то обычно теряют баллы именно на этом пункте. Да, это пункт третий в критериях. Тоже документ можно скачать на сайте городской администрации. Финансовая дисциплина собственников помещений в квартирном доме. И там как можно получить и максимум 5 баллов плюсом. Там интересно то, что можно получить минусом. Да, это при условии, что задолженность, она вот ничтожная от 0 процентов до 1,1 процента. То есть вот чуть-чуть-чуть-чуть люди не платят. И, соответственно, минус 5 можно. И вот это вы сказали, Андрей, да, до начала программы. Очень-очень многие проекты рушат. Рушат. В среднем это в основном 1,3 балла как раз. 1,3 балла, да, люди получают? Либо 0. Ага. Ну, в данном случае 0 лучше, чем минус 5. Вот я смотрю, да, если от 5 с небольшим процентов до 8 процентов задолженность, это как раз вот 0. То есть это критерий, но он не участвует, да, при наличии такого возможности. Он не дает тебе ничего, но не убирает. Если задолженность до 5 процентов, но не менее 3, ну 3,1, да, то это 1 балл. Далее от 1,1 процента до 3 процентов 3 балла. 1,3 вы сказали, да, в основном? Да, в основном в этом промежутке. Ну, то есть, в принципе, да, у нас довольно-таки высокая платежная дисциплина получается, да, если получают 1 или 3 балла. Так. Ну, на эту исправку тоже надо брать самим, да? Да, это в управляющей компании, то есть в бухгалтерии, либо, если это ТСЖ, то там тоже свой бухгалтер, то есть в справку они это выведут, то есть в печать поставят. Вопрос еще такой, вот мы пришли в ТСЖ, получили справку, понимаем, что нам светит минус, мы можем там за какие-то 10 дней ситуацию резко изменить? Нет, ну если получится. Куда это, куда, куда? То есть просто дать мужики нам, не ждать бы, давайте деньгами скинемся, заплатили, закроем. Куда деньги заносить, да, никогда, то есть если должники внесут, то все, и можно будет откорректировать, да, и почему нет? Но это все надо успеть в сроке, да, и предоставить документы. Я поэтому и спросил, что время еще есть. Но вот смотрите, задолженности нет. Ну или, по крайней мере, она в рамках. Ну в целом-то, Андрей, вот хотелось бы понять ситуацию. Большинство-то все-таки имеют, да, какой-то процесс задолженности? Практически все. Практически все? Все имеют задолженности, то есть таких идеальных-то нет, то есть к пяти баллам в основном нет. Ну и были такие примеры-то? Сейчас не вспомнил, мне кажется, это вообще нету. То есть так или иначе. Где есть задолженности. Так или иначе. То есть минус 3,4 чаще, чем плюс, как я понял. С минусом есть, да. Так, вот тот момент, да, который мы в первом части освещали с участием Дмитрия Сергеева, появился новый критерий. Это трудовое участие людей непосредственно. Об этом бы хотелось поговорить. Там незначительно... Или это было? Оно было, оно просто... Там не очень значительный плюсик может быть, да. Это 0,5. 0,5 балла. Наличие трудового участия заинтересованных лиц в благоустройстве дворовой территории по минимальному или дополнительному перечню работ. А где это прописывается, это участие? В каком? То есть они должны будут потом подтвердить. И в чём это может выражаться, эта трудовая участия? Они должны описать, что они хотят. Понятно, что они не должны лезть в работу подрядчика, потому что не смогут они там бродюрный камень устанавливать. Не, ну каким-то разнорабочим побыть, например. Чтобы тоже технику безопасности не нарушать, чтобы не нёс производитель работа, ответственность за жителя, что он там под трактор упадёт. Поэтому здесь... В скамейку установить жители могут сами? Не думаю, что нет. Тоже нет, да? Потому что нести гарантийную ответственность будет подрядчик. И как установили жители, он за это не... То есть это, видимо, только те работы, которые они входят в объём, которые выполняют подрядчик? Да, то есть, например, ну, можно сделать, покрасить бордюрный камень после того, как всё сделано. Или ограждение покрасить. То, что-то такое. Белое, чёрное, или там сейчас у нас красят жёлтое, зелёное вот с чередованием. Допустим, где-то землю может разрыхлить, там, добавить грунта, привезти. Ну, такие вот уже на финиш, так скажем, доводки. Например, там, ну, там, бульдозер разровнял, да, почему бы не выйти с лопатами, не разбросать потом это? Ну, вот такое какое-то. Ну, нет, бульдозер обычно у нас снимает старое покрытие, и больше его там нет. Ну, то есть это минимальное возможное участие в трудовой, то есть там, минимум работ, которые может неквалифицированный человек выполнить. Да, слушайте, опять же, беру пример дома, в котором я живу. У нас там вопрос встанет с ликвидацией деревьев. Это кем заниматься? Это подрядчик всё делает? Нет, если вы это заявите... Заявлять нужно, да? Да, это в дополнительной перечне у нас пойдёт. То есть, если вы будете готовы, там, сумму обсчитаете, и готовы будете заплатить её, и с финансированием участвовать, то сделать это подрядчик. Но, насколько я помню, по действующим правилам на придомовой территории люди отвечают, да, за зелёное насаждение? Всё верно, собственно. Они могут и сами принять решение на собрание своими силами ликвидировать, да? Да. Да. То есть, разрешение сейчас не требуется на дворовой территории получать. То есть... Но тогда это просто в проект не войдёт? Нет. Либо это можно в рамках проекта сделать, либо самостоятельно, допустим, по проекту, не знаю, дорого получается. Где-то вы нашли дешевле, что может подрядчик какой-то сделать, пожалуйста, это можно сделать. И подготовить, так скажем, если ещё парковка планируется, а там деревья растут. То есть, если там техническая возможность есть, сетей нет, ну, деревья убрать, допустим, подготовить. То есть, можно? Можно. Можно. Это будет трудовое участие или это уже не будет? Нет. Это уже не будет трудовым участием. Так. Ну что, в основном все вроде, да? А, ну и, конечно, да, очень существенную роль, вот, доля собственников, которые приняли участие в голосовании, как с этим на практике обстоят дела. Там можно получить как один балл, да? За... 66%. За 66%, за две трети. Можно получить и 5 баллов максимально, если приняли участие в голосовании от 95 до 100%. Вот на практике удаётся собрать всех 100%. Удаётся. Удаётся, да. А вы вообще проверяете вот этот момент? Конечно, проверяем. Проверяем. Каким образом? Так, балл-то проверяем, смотрим ведь. Ну, в смысле, протокол смотрим. Там же в протоколе у нас есть, балл-то проставляется, количество присутствующих-то есть. Ага. И если корума нет, так там, в принципе, протокол недействительный. То есть мы их на стадии проверки отсекаем такие. Да. Были случаи, когда что там подписать хотели? Да. С протоколом, если не в порядке, то есть это уже получается несоответствие заявке. Ага. То есть один из... Даже может быть больше? Статья УК, подделка документов? Ну, нет. Это мы, конечно, проверить уже не сможем, но протокол, конечно, обязательно смотрим. На данной стадии тоже уходят заявки в минус. Минус. Не проходят они. Минус. Так, у нас остается буквально минута. Мы еще должны... В общем и целом мы рассказали очень подробно. Еще раз напоминаю, на сайте городской администрации раздел под названием «Реализация приоритетного проекта формирования комфортной городской среды в муниципальном образовании города Киров». Все доступно для скачивания, пошаговые инструкции. В течение 10 дней, как сказал Андрей, после окончания приема заявок, конкурсная комиссия будет работать. И примерно какого числа будут уже озвучены проекты прошедшие? В середине ноября. Они будут опубликованы, да? Да, естественно. То есть это все будет протоколом утверждено. То есть перечень. То есть адрес, сколько заявилось, сколько отобрали. Все это будет подписано комиссией и выложим на сайте администрации. На сайте администрации. Сами работы в следующем году, когда торговка будет происходить, планируются ли там какие-то изменения по срокам? Нет, там в 44-м фазе регулируется. Конечный срок реализации работы в следующем году, какой датой будет установлен? Или пока еще не ясно? Это сентябрь-октябрь месяц. Сентябрь-октябрь. Да. То есть это просто по нашим погодным условиям. Что касается в данный момент, вы владеете информацией, проекты этого года, они в общем и целом уже завершены? 100% или где-то еще идут доработки? Нет, еще идут. То есть были проблемы. То есть еще не до завершения. Ну, мы знаем надзержинского укладка в дождь непосредственно. Да, не без этого. Случай такой прогремевший. В общем, работа пока еще идет. Работа еще ведется. Ну, конец-то виден уже, да? Конец виден, но сроки все уже нарушены. 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 Это санкция на подрядчиков, да, уже будет наложена? Это будет санкция штрафная, конечно. Возможно, будет пересмотрена политика в отношении подрядчиков в следующем году, чтобы как-то еще больше заставить их мобилизироваться. Об этом речь шла или нет пока? Нет. У нас в муниципальном контракте ответственность прописана. Поэтому изосточать тоже. То есть, я так понимаю, там пенни, наверное, да? Пенни, штрафы, все, что положено. Пенни, штрафы за просрок уже. Отбор по конкурсу осуществляется. То есть, туда может заявиться любой, кто может выполнять. То есть, не только из города Кирова, так скажем. Ну что, ждем новостей. Собственно, ждем окончания приема заявок по ремонту дворов, по программе формирования комфортной городской среды. Безусловно, озвучим. Не так уж, кстати, много времени осталось. Да, примерно середина ноября. Середина ноября. Через месяц с небольшим уже будет все известно. Так что, карты в руки тем, кто, да, желает изменить. Ну, в частности, Владимир. Мир вокруг тебя. И тебе карты в руки. Да, спасибо большое. Спасибо большое. Андрей Береснев, наш гость. Берсенев, простите. Начальник отдела по работе с жилищными организациями Департамента городского хозяйства, администрации нашего города. Всего доброго, до свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok